Друзья, 3 октября, 24-го, Италия, провинция Тапулия. Впервые приезжаем в этот город. Следующая остановка Монополи. Задная остановка, два Монополя находятся. Ну что, куда идем мы с пятачком? Без понятия. Возможно, будет повторена та ошибка, которая была первый раз в Монополе, когда я не знал куда идти. Ветер дует, защиту поставил. Похоже на Монополе, кстати, вот вокзальчик такой же, выход с вокзальчика. Очень красивые здесь виды на море. Надо их найти, сейчас пойду со мной видом, посмотрю на карту. Два месяца назад не было русскоязычных. Сегодня вот даже со мной в поезде сидели напротив. Русскоязычные люди. Все туристы. Здесь написано. Довольно большое побережье. Смотрите влево, вон сколько мы здесь. Ну, то есть, как бы вниз к морю идти, в принципе, не ошибешься. Иду прямо вниз, как бы. Оно вниз и влево, хотя там и вправо тоже что-то было. Блин, сильный ветер надоем уже. Сижу на таблетках антипростудных. Все-таки меня либо достал Цюрих. Ну, хотя вряд ли уже прошло 4 дня. Либо это здесь, потому что постоянно то холодно, то жарко. Не хотелось бы совсем заболеть. Блин, такое движение. Маленький вроде как городишко такое. Такой движ тут активный. Потому что я приехал. Что? Бонджорно, Полиньяно Омара. Не могу ее произносить сразу. С первого раза прям. Вот смотрите, прям по прямой из вокзала. Так надо запоминать, международно попасть. Видеографы, которые со мной ехали. Не стал разговаривать. Градусов 26 сейчас где-то здесь. Трубку не снял. Я просто в поезде одевал, там прохладно было. В общем, на улице, когда ветра нет, вообще идеально. Тепло классно. Не жарко, а именно тепло. Так здорово. Отечественное. Фондорец. Школа, наверное. Школа, наверное. Школа, наверное. Школа, наверное. Школа, наверное. Интересно, полынь тут участвует или нет. Такой маленький парк. Гуляя по баре, пришел к выводу, что не хватает парков, где можно просто посидеть на лавочке, помыть руки. Просто вот шел вчера, хотелось лавочку. Лавочек нет. Кстати, да, давайте пока вы постоите, а я попью водички. Куда вас поставим? На памятник можно поставить. Вода здесь перепробовала на видов 5, наверное, воды. Вода вся очень мягкая. А когда она очень мягкая, она, знаете, у нее такой, ну, как я называю, это болотный привкус, на самом деле, она слегка сладковата. Я такое не люблю. Мой эталон, это старый мир, город Аквалайфт, в Украине тут знает. И, короче, вот эта вот, вот эта вот зашла лучше всего. Она без сладкого оттенка, очень вкусная вода, очень классная. Ну и стоит дороже почти в два раза, чем та, которая очень сладкая. То есть та, которая очень мягкая, она почему-то дешевле стоит. Дороги, по которой шел. В общем, чисто вниз от вокзала по прямой, тут все нормально, но крайне-ка не хватает. Турист. О, спасибо, спасибо Николаевичу, за творец. Он сказал, крайне-ка не хватает, тут же смотрю. Вижу крайне, друзья, да? Приконим, согласитесь, приконим. Так, интересно, как далеко, ну, примерно, я думаю, как монополи море должно быть не дальше от станции. Ох. Прикольно, видите, опять тоже архитектура каменной джунгли, как я называю. Да, можно этим восхищаться, друзья, но если вот представить, что я жил бы здесь 50 лет своей жизни, ну честно, ну не знаю, мне бы не хватало зелени, природы. Ну да, море есть рядом, да, но, блин, все равно жить вот в этих каменных объектах, ну не знаю, ну не для меня это. Ну прикольно пожить несколько дней, да. Опять же, тут даже, мне кажется, два месяца будет скучно, но в плане того, что, ну блин, ну каменной джунгли, то есть это чисто мое мнение, как бы да, ну прикольно, оно красиво, да, это старина, это отражает быт прошлого. Ну жить, жить десятки лет здесь вот таких вот, вот камень на камне, как бы, ну не знаю, котюлик. Так, у меня сухой корм есть бы котюлик, надеюсь, ты голодный, большего есть, с виду вроде потрёпан. Первый котюлик по линии марски. Потрёпан или не потрёпан, или мне кажется. Сейчас попробуем, будет он этот корм есть. Капец, бедный кот ушёл, ушёл голодный. Я офигею, блин, в суд подавать на вот эту компанию, кто делает этот корм, надо почитать о нём и написать им матюков побольше. Бесстыжий, как можно так делать, что уличные коты голодные не едят ваш корм, вообще прикалывайтесь, гашида, гашида, блин. Чья это фирма? Бесстыжий. Тебе хочется. Нельзя. Нельзя сразу всё сказать, что дома. Блин, они все кашляют, чихают. Надеюсь, меня никто не заразил, а просто слегка простудился. Бредки с собой хорошие есть, может получится купировать всё в зачаточном состоянии. Так, ну уже что-то начинается такое. как площадь монополя центральная. Странно, вот тут же штуристов полно, да? Обменок нет. Удивительно. Блоксов 30 поменял бы, блин. Скоро, не за что будет питаться. Обменок просто не вижу. Солнца нет, но тем не менее, вот оно вот через сно, оно есть, как бы, но за облаками, тучками. И даже оттуда оно такое довольно тёплое. Даёт своё тепло. Сейчас погода классная. Качели любят в этом городе. Там было несколько качелей в парке. И тут вон тоже качели. Город качелей. Смотрите, как прикольно. Выдержит меня. Они исторические. Уже не декоративные. Памятник сейчас будет красивым. Так, а как же потом назад выйти и не заблудиться? Это ёлки-палки, как розовое здание, площадь с качелями, запомню. Чао, бомбина. Чао, бомбина. Я тебя разлюбил. Не нужна ты мне больше. Ох, он автолинговлец. Магнитик не помешал бассейн. Этим городом, Ромке. Полиньяна. Америка, свобода. Тоже я вижу знакомые слова. Солнце на Саваслепе. 12 ноября 2003-го, 27 апреля 2011-го. Не знаю, что это значит. Ух, солнышко припекает, однако. Так, я сбился с курса вниз. Наверное, правильно иду. Хотя там тоже историческая улочка. Прикольно. А людей довольно много. Причем это все, наверное, туристы. Упс тут работает. Наставка. По-моему они мне кнопку ютуба серебряную достали. Чао, бомбина. Боже, красота начинается. Уже видно. Боже, людей как много тут. Тут людей получается гораздо больше, чем в Монополе. В Монополе мы ходили. Там как-то пустына довольно была. Здесь людей полно. Я думаю, идти туда сразу или сюда. Или сюда. Туда хочется. Там мост какой. Давайте сюда пройдем. Чего-то. Доверить интуицию. Тут куча макарон. Разных видов. Да. Почему же так настолько? Я думал честно. Я думал по незнанию своему, что Монополе более раскрученный в туристическом плане. Получается, этот город более раскрученный, чем Монополь. Это все, если я правильно понимаю, макаронные изделия. А это оливки. Смотрите, какие крупные. Классные. Это песик итальянский. Это сваньба. Фотограф стильный. Смотрите, у него кожаные океи. Эти крутые. Вау, и на солнце тут градусов 28. Сейчас, а то и больше, друзья. Это чудо. Что, идем купаться? Чай у них интересно делают или не делают вообще. Вау, пляж, наверное. Смотрите, он люди голые. Пляж, наверное, друзья. Смотрите, как красотища какая. Значит, не знаю, купаются они или только загора. Да тут торговля уличная. Интересно, как. Так. Купаются люди. Блин, какой в саморе зайти. Боже мой, какая красота. Если вам видно. Ай, как красиво. А как туда попасть мне? Все кашляют, чихляют. Я тебя просто в шоке был. Какая красота, блин. Ну, тут может прям возле берега. Но все равно, в любом случае, вода не больше 23. Здесь, я думаю. Я так и не посмотрел точную температуру. Красиво. Так, а там же куда-то туда мне предлагали. Но сейчас пройду здесь, потом вернусь. Африканская диаспора продает шляпу. Какая красота, водичка, бомба, красивая. Людей довольно много на пляже. Там несколько сотен народу. Окупающиеся человек 15. Интересно, долго туда вниз спускаться, чтобы пройти туда. По лестницам, наверное, какими-то. Красота. Сумки. Интересно, у них тут шабло и бетон может быть поделочной, что ли. Не, он такого не может быть. Их бы посадили. Сумки. Вон Луи Ветон у него. Да ну ладно. Турецкая реплика, что ли. Да не, не может быть. Или может. Но не может же он продавать по 2000 сумки стоять на улице. Вообще не пойму. Боже, как я хочу в то море зайти хоть постоять на улице. Эх. Да, спускаться туда вон еще. Оттуда. Надо было туда зайти таки. Там главный центр. Давайте, наверное, потому что я ухожу влево, а дальше ухожу. Хотя туда тоже интересно как бы сходить. Давайте все-таки начнем оттуда. Куда все идут. Главные туристические там, я думаю. Лестниц, куча, короче, чтоб моря спуститься. Куча лестниц. У меня просто потом сил не будет на баре. Так что к морю я не пойду. Бежит этот. Он увидел меня, остановился. Но его не видно. А вот где кактус оливей? Этот. Динозавр маленький. Остановился реально. Вот как будто я на него внимание обратил, а он это сосет. Смотри, какой стильный парень. Да? Нереально, честно. Я думал, что Монополи прям настолько раскручены именно в туристическом плане. Крутой. Я подумать не мог, что тут может быть так много людей в этом городе. Смотрите на стильного подарка. Какой я молодец, что я сюда приехал. Но я в тот раз обратил внимание, что много в поезде людей выходило на этом городе два месяца назад, когда Монополи ехал. Потом я, конечно, почитал, посмотрел о нем. Капец, сколько туристов. Какие странные, интересные. Местные. Это местные. Внутренний туризм. Пахнет. Местные. Местные. Отдель. Чемто? Совсем все деньги не было. Кораблики проехали. Ну это не меньше десятки точно, у меня нет денег. Бомжи Боже, набежали вчера люди злые Не с Турции уже Эти подписчики, а просто на Италию Как бы Как начали меня там хейтить Что я не то ем, что я бомж Да, я бомж, зато я сижу здесь Бомж сюда смог приехать Два раза за полгода А ты сидишь там вякаешь Где-то в своей попихуевке Рот закролся Закрыли ротики свои И молчите Видите ли, они там В 50-м было написано Здесь не ложится Дорогие магниты Боже, как много здесь людей Тут сейчас собрать из всех людей Тут их тысячи Боже, он живой На день не давать нельзя Полные кафешки Я вообще в шоке просто Офигеть В баре столько людей нет Представляете, сколько народу Жесть просто Что тут шляпы так популярные Город шляп, короче Полные кафешки Все сидят тупо за столами Пытаюсь понять, что они едят Или пьют Да ничего практически Стоит у каждого Либо бутылка минералки Либо бокал пива Так себе сидят И все Красивый собор Нельзя не фоткать Нельзя не фоткать Деставрация Это старое-старое здание Дипломатику Кофе называется Колоночки тут радуют Что вы там едите Так, а может справа Я же не знаю, куда идти А что я пошел сюда? Вау Какой-то Сюда Что-то Как бы мне еще Но я еще в одно место Планировал Ну туда ехать Автобусом А мне так не хочется Ехать автобусом Не знаю Я думаю Может Может еще получится Так, что я сюда Завтра еще лучше приеду Баран, молодец Копейка Я даже не знал Что есть копейки Ну, цент Один Один Не два Один Кактус Боже, смотрите Оно не просто кактус Тут, смотрите Одни кактусы Как прикольно Это магазин Нужно Магазин Так, стильно Кактусы Кактусы Здорово Здорово Добрые люди Здесь живут Сразу Что еще Можно сказать Креативные Добрые Хорошие Здесь Вот прям Здесь они живут То есть Это чисто двор Они себя так Оформят Здорово Молодцы Молодцы, респект Красавцы Добрые люди Добрые люди Добрые люди Дайте бомжику магнит за 1 евро, пожалуйста. Бизнес процветает, хотя, как я сказал, они сидят с бокальчиком, стаканчиком, чтобы я увидел, что кто-то покушает так конкретно, нет. Так, может я не туда иду, но тут можно и вправо, и влево. Реально я так понял, что ходить не переходить можно. Действительно мне понравилось, и весь я его сегодня точно не обойду, у меня аккумуляторов не хватит. Я даже не уверен, что у меня три заряжены на конце. Фалансо, Дельсона, Далмара, дворец бракосочетания. Слопудов. Либо ДК, конечно. Я знаю, что должно быть очень много красивых видов на море, но видите, мы пока как бы до моря не дошли. Все тихо, кашляет. Вижу, там море. Сейчас мы вот так и туда выйдем. Браво. Мое почтение. Денег нет, но я восхищен. Спасибо, парни. Ну, насчет сравнения, я никаких, ну, сравниваешь, как можно сравнивать разные города, как бы. Ну, я в плане сравнить с Монополем, зададите вопрос, где больше понравилось. Тут как-то вот более, не знаю, как выразиться. Более, ну, все более, на самом деле, больше людей, больше улиц, возможно. Что я пошел вправо, не знаю. Наверное, вправо таки не надо, надо идти к морю. Слушайте, он перелетает, видите, он в баре стоял, сейчас он уже сюда прилетел. В прошлый раз та же самая фигня была, он летает по провинции. Тут уже какие-то запахи вкусные слышно. Пицца, мидии. Сейчас посмотрим, что тут за площадь. Пойдем либо назад, либо там. Может, тот город, куда я пока не доехал, это на третье мое приезд она остается. Еще раз напоминаю, что мы здесь, друзья. Вот тут тоже джазовый фестиваль. Был или будет? Полиньяна, Полиньяна, Амара. Так, куда мы вышли? Тоже, как бы, площадь какая-то, да? Что здесь есть? Фонтанчик он еще, посмотрим. И туда пойдем. Питьевой, наверное. Фонтанчик. Стоп. А я... А что такое? Подождите. Это ж тот памятник. Не может быть два одинаковых памятника, друзья. Это я сюда пришел, где я был уже, блин. Представляете, я по кругу вышел. Значит, можно туда не идти, идем назад. Сейчас, во, как прикольно. Такой фонтанчик. Ну, надо же. Хорошо, если чай спросить. Ну, это ресторан написано. В ресторане мне надо что-нибудь, какой-нибудь кафешку, и чтобы не там, где... Чтобы меньше людей было в таком месте. Вот спросить. Да, можно было бы. Прикольно. По кругу мы вышли. Интересно. Всем приятного аппетита. Представьте, как много здесь людей. Вот если реально всех собрать, сколько людей по ресторанам. А, смотрите, как люди живут, видите. Хух, пауза. Дайте мне отдохнуть, а вы посмотрите в тишине, послушайте звуки. Спасибо. 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 Так, тут чисто много людей ходит. Там пойти, если по параллельной улице, людей будет меньше. Логично, логично. Но, возможно, здесь будет что-то для вас интересное. А там было только стены. Поэтому, наверное, лучше по этой улице идти. Так, пора уже, может, новое видео начинать. Насколько я не засек время. Молоко вчера местное дегустировал. Причем, когда я его покупал, я был уверен, что это какой-то молочный напиток. Но не молоко. Оказалось молоко. Очень вкусное молоко, кстати. Еще что-то вот очень пульси швейцарское молоко попробовать. Представляете, сколько тут кафешек? Тут их не десятки, тут их сотни. Кафешек. Улочки, улочки. Видел все-все-все дома такие. Ну, прикольно, мне нравится. Не могу как бы описать, что. В общем, нравится. Ну, атмосфера Италии, наверное, нравится. Ну, а как, что еще сказать? Хоть я и сказал, что жить бы я, наверное, не хотел в таких домиках. Но прикольно. Ходить, смотреть. Выглядит это все очень здорово. Эти земли вообще нет. За мурово на все. В Турции деревья, там хоть какие-то, да, даже. Тут уже в основном одна плитка. А тут прям, видите, все замаровано. Виа, это улица, наверное, да? Не успеваю свои видео смотреть. Буду потом в Аланье пересматривать. Главное, побольше наснимать, потому что мне это в кайф. Смотреть потом все это память. Смотришь потом и не веришь, что ходил. Собственно. Собственно, ручно, собственно, нужно своими ногами по этим территориям. В этой стране замечательные. Проезжайте, я вас пропускаю. Видите, улочки все вот такие. Вот эти домики все такие. Вот этот пляж я вам показывал. Тут куча этих самых мини-гестов, где можно переночевать. Так вот прям мальчики сушатся. Не, прикольно, реально, друзья. Очень-очень. Не знаю, как вы, меня вот очень как вдохновляет, впечатляет. Вот это вот, что я иду по этим улочкам. Очень классно. Согласитесь. Пишите, как вы думаете. Кто хотел бы здесь жить? 30, 40, 50 лет. А кто хотел бы переночевать 1, 2, 3 ночи? Блин, а где ж там много видов было красивых на море? А где ж как таковое море? Или надо куда-то? Пидоне осени, 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 стра. То есть туда уже никуда идти вправо, что ли? А там что-то большое такое. Мне хочется пойти посмотреть. А что там большое? Давайте посмотрим. Да, наверное, я все не исхожу, потому что мне на ноги немножко сэкономить. Еще по баре сегодня походить придется. Когда я хожу больше 15 километров, оно тяжело мне потом очень. Я потом не могу ходить, у меня же проблемы с ногами. Хожу, друзья, на сломанной ноге. Пусть станет стыдно тем, по 10-15 километров в день. Пусть станет стыдно тем, у кого ноги здоровые, а вы не ходите. Только ездите или лежите только. Видите, прикольно. Парк маленький. Видишь, котики. Котики, вы где? Ой, тут как тепло, прям почему-то. Вот аж тепло веет от парка, от земли. Там какой-то тоже центр исторический. Он собор какой-то с колокольни. Все идут туда влево. Сесть на лавочку, посидеть минут 15, потом будет тяжело идти. Там какие-то соборы есть. Так, ну здесь я смотрю, реально выхода к морю я не вижу. Улица, улица, идуя туда-туда, пока назад. В смысле к морю. Тордо моря сейчас дойдем, и я финализирую это видео, чтобы оно не пропало, потому что я его повторить не смогу при всем желании. Прямо из дома у людей выход на дорогу, шаг делаешь, что бы мне сигналить. Я не помещаюсь на эти крошечные тротуары для Чаполино и Пиноккио. Потому что я шире, чем Чаполино и Пиноккио. Откуда я вообще пришел? Кто знает, да? Кто знает, откуда я пришел, блин? Твоя дивизия, там ремонт какой-то. Неужели прохода нету? Что-то какие-то тучи со стороны вокзала. Небо синее там какое-то. Не хватает. Но тут море высоко, в отличие от Монополя. Там ближе ты к морю можешь подойти. Но тут тоже можешь надалеко идти. А так, видите, море только сверху, смотри. Для меня это минус как бы. Море потрясающее зато. Ой, тянется вдоль моря туда. Боже мой, какая красота. А видите, тоже скидывает. Вон, гадости нас скидывали. Вон, эта пена не просто пена. Это спрос чего-то. Тут свинство такое же, как и в Турции. Видишь, происходит. Люди-люди. Адриотическое море, друзья. Адриотическое море. Что-то туда пройдет. Да, собственно, все. Я, наверное, выключаюсь, потому что у меня этот аккумулятор садится уже. Надо лучше закончить это видео, чтобы оно не пропало. Полиция, локали, Полиньянная моря. Полиньян. Море. Бескрайнее море. Красиво. Друзья, кто может поддержать меня, ссылочки на донат в описании. Также, кто присоединится к сайту Patreon. Большое всем спасибо. Я уже донатал. Мне было, по-моему, один там маленький был, кажется. Или максимум два. А так уже два месяца у меня вообще никаких донатов нет. Честно. Честно, честно. Ну, за исключением тех людей, которые спонсорами являются. С них каждый месяц снимается какая-то сумма. Спасибо всем за поддержку. Люблю всех и напоминаю, что любой донат, кто присоединится, насколько буду ходить к Сан-Святому Николаю, молиться за каждого из вас. Там он котик пошел, блин, он внизу. Может, к нему не спущусь. Может, он и поел бы ту еду. Уличный жанр. Они катают, ну, вот этих моторках, что ли? Ого! Так меня на ней укачает. Видите, больше я ничего катающего тут не вижу никаких больше других. Не, на такой реально это надо быть подготовлено, чтобы на такой вот ехать. Жалко, котик, котик, как же тебя сверху, мать и зернышки покидать. Сейчас слева вижу его. Кс-кс-кс. Как тут котов зовут, интересно. Кс-кс-кс-кс. Вот тут он. А вон еще другой уже, по-моему. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Котюли с ней не реагируют на русский. Кс-кс-кс-кс-кс Кс-кс-кс-кс-кс Я зову, я Кс-кс-кс-кс-кс Катюнчик Кс-кс-кс-кс Как вас тут зовут? Кс-кс-кс-кс-кс Сейчас погон не слышит Слушай, он такой интересный Он переливается разными цветами Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс Катюлинк Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс Все, друзья, мира, добра, позитива Полине Амара Я как не могу ее нормально произнести Научиться с первого раза И третье у нас октября сегодня Пока